Здравствуйте, друзья! У нас сегодня встреча с адвокатом иммиграционным из Мальты. Это небольшое государство европейское. И сейчас я буду задавать моему тёске, его тоже зовут Юрий, задавать вопросы. Юра, привет! Как нас слышно? Здравствуйте, Юрий! Слышу вас отлично. Хорошо. Как давно вы работаете иммиграционным адвокатом? Мы на Мальте работаем уже более 10 лет, поэтому да. Окей, 10 лет — хороший срок. Какие основные иммиграционные программы на Мальте для граждан стран Советского Союза? Значит, смотрите, для граждан стран Советского Союза есть три основные программы. Две из них — это программы получения ВНЖ и ПМЖ, а третья — это программа получения гражданства. Ну, давайте, это уже как бы гражданство в дальнейшем, да? Или сразу не получить гражданство за инвестиции? Гражданство за инвестиции можно получить сразу, но как бы нужно подождать, пока весь процесс пройдёт. Хорошо, давайте вернёмся к началу к ВМЖ. Ну, вот человек хочет переехать жить на Мальту, да? То есть вот немножко углубленно покопаться. То есть какие у него должны быть основания, какие-то знания, должен ли он знать язык, какой там у вас язык? Ну, более детально, то есть в какой виде люди приезжают и так далее. Вот какой-то более практичный какой-то путь, расскажите. Хорошо. Значит, смотрите, существуют две официальные программы для переезда на Мальту и получения вида на жительство на Мальте и, соответственно, возможности путешествовать по всем шенгенским странам. Первая программа — это так называемая глобальная резидентская программа. Значит, она хороша чем? Она хороша тем, что не требует каких-то больших инвестиций, и всё, что необходимо для того, чтобы участвовать в ней, — это выполнить ряд условий. То есть первое из условий — это то, что вы должны быть готовы не проживать более 183 дней в любом государстве, кроме Мальты. То есть в течение 183 дней в году вы должны либо находиться на Мальте, либо не превышать этот срок в какой-либо отдельно взятой стране. Так. Это первое и главное условие. Дальше. Вообще эта программа является связанной с налогами. То есть по этой программе бенефициар получает специальный налоговый статус. Что это значит? На Мальте существует концепция домицелляции. То есть есть люди, которые являются и резидентами Мальты, и домицеллированными на Мальте. Да, сложно выговаривается это слово. Но по сути оно означает, если очень упростить, то это означает гражданство. То есть если человек родился на Мальте, и у него мальтические родители, то он является автоматически домицеллированным на Мальте. Соответственно, для всех граждан СНГ этот статус получить практически невозможно. И это хорошо. Потому что люди, которые являются резидентами Мальты, но не домицеллированными на Мальте, они облагаются налогом только на доход, который они получают либо на Мальте, либо на свой зарубежный доход, который они переводят на Мальту. Окей, давайте не будем вглубляться в налоги, потому что это второй этап, это довольно сложно в любых странах. Так вот, в этой программе какие требования? Вот я живу в Москве, я хочу перейти по этой программе на Мальту. Что мне нужно предъявить вам, как адвокату либо иммиграционной службы? Я понял. Значит, если так, в общем, то вам необходимо, во-первых, снять квартиру или приобрести квартиру на Мальте. Если вы хотите ее снять, то стоимостью должна быть не менее 9600 евро в год. Если вы хотите ее купить, то не менее 275 тысяч евро. Помимо этого, вам необходимо будет оплачивать каждый год налог в размере 15 тысяч. Ну вот. В принципе, это все. То есть, как бы, вот два таких основных. И то требование первое, которое я сказал, про 183 дня в какой-то одной юрисдикции. На самом деле, все очень просто получается. Да, достаточно просто. И тебе не нужно иметь работодателя? Нет. Это именно иммиграционная программа, которая рассчитана на тех, кто хочет просто жить на Мальте. Просто жить на Мальте. То есть, она не будет давать вам право, например, на трудоустройство или на получение каких-либо льгот местных и так далее. Это только для жизни вас и вашей семьи. Понял. По эту программу понял. А вторая программа, ты начал говорить? Вторая программа — это так называемая мальтийская резидентская визовая программа. Это более такой, как сказать, резидентство более... Программа более обширная, потому что она, во-первых, дает вам статус постоянного резидента, и этот статус у вас пожизненный. По этой программе вы можете привести сюда больше различных родственников, категории родственников. То есть, там, вплоть до супругов, детей и так далее. Вот. И, соответственно, она как бы и стоит больше. То есть, требования по этой программе следующие. Вам необходимо инвестировать в государственные облигации Мальты не менее 250 тысяч евро на срок 5 лет. Вам также необходимо будет оплатить разовый сбор в размере 30 тысяч евро за основного заявителя и их ближайших родственников. Более дальние родственники, то есть родители. И дальше они будут идти за отдельные разовые сборы. Соответственно, в принципе, и недвижимость, опять же, так же, как в предыдущей программе, про которую я говорил, необходимо либо арендовать, либо приобрести недвижимость на Мальте. Но стоимость ее должна быть выше. То есть, если это аренда, то это минимум 12. Дорогая программа для богатых людей, я согласен. А что касается экзамена по языку? Надо ли сдавать экзамен? Нет. Никаких требований по языку нету. Необходимо просто быть способным что-либо говорить на английском. А язык преимущественно английский на Мальте? Вообще язык на Мальте — два государственных языка. Это их родной, мальтийский и английский. Мальтийский язык — это такая смесь различных языков Средиземноморья и арабского. То есть 60% арабского и 40% — это сборная солянка со всех окрестных мест. Достаточно такой... В основном все говорят на английском, да? Да, в основном все говорят на английском. То есть больше 95% населения свободно здесь нет. Население Мальты? Население Мальты приближается к 500 тысяч человек. 500 тысяч человек. Полумиллиона. Русская диаспора как? Русская диаспора здесь существует достаточно давно. Не сказать, что она очень многочисленная, но если смотреть сравнение, то достаточно много русских людей, то есть постоянно проживающих здесь более трех тысяч. И, соответственно, их родственники, которые к ним приезжают. Есть две русские школы. Одна частная и одна при посольстве. Но в школу при посольстве сейчас детей с улицы не принимают. То есть в данный момент только одна школа. Что еще из русского? Бары, рестораны, магазины. То есть совсем оторванными от родины вы на Мальте себя не почувствуете. Большой плюс, что, конечно, язык 95% английский. Это круто. Да. Это вообще одна из статьи доходов мантийских, потому что здесь очень много школ по изучению английского языка. Это тоже одна из причин, почему сюда люди приезжают, в том числе из СНГ. И вы занимаетесь тоже визами учебными? Или только инвестиционными? Учебными визами нет, мы не занимаемся. Мы занимаемся только инвестиционными программами. Хорошо. А по поводу убежища что-то ты можешь рассказать? Или это тоже не ваша тема? По поводу убежища, честно говоря, мы этим не занимаемся вообще. И Мальта не та страна, которая с легкостью выдает подобные пирамиды, разрешения. Потому что, особенно сейчас, вследствие большого кризиса с беженцами, у них здесь клоты практически полностью выбраны. То есть она маленькая, мальтийцы сами по себе очень плохо относятся к нелегальным эмигрантам. И, соответственно, если беженец, то статус беженца здесь — это, как сказать, крест на всём. То есть если вы беженец на Мальте, это самый низ. Понятно. Скажи, пожалуйста, а вот первая программа, где квартиру надо арендовать, сколько стоят услуги адвоката? По первой программе, которая относительно недорогая, стоимость услуг будет 2500 евро. 2500 евро. И ВМЖ даётся на год? ВМЖ первая даётся на год, и дальше она обновляется каждые два года. Но каждый год необходимо сдавать отчётность в налоговые органы. И каждые два года, соответственно, обновлять свою карточку резидента. И годовое обслуживание стоит 2000 евро. Извините, 1500 евро. С этим документом можно открыть счёт в Мальтийском банке, правильно? Да, всё правильно. Можно открыть счёт, как физическое лицо. И, соответственно, на Мальте банков очень много. Два основных и где-то 15 поменьше. А если ты с турвизой просто приезжаешь, ты счёт открыть не можешь? Нет. Счёт открыть без резидентского пермита практически невозможно. Если только вы не планируете приобрести недвижимость на Мальте в качестве инвестиций. Ты ещё сказал, что есть программа «Сразу можно получить гражданство». Но не сразу, но через какое-то время. Там какие условия? Да. Значит, программа «Гражданство» была запущена в 2014 году. Очень успешная. Очень нравится направить к листву Мальте. Более тысячи семей уже получили по ней гражданство. И требования основные по ней следующие. Вам необходимо будет сделать ряд безвозвратных инвестиций и одну возвратную. Возвратная инвестиция – это инвестиция в государственные облигации Мальты на 5 лет. И размер инвестиций должен быть не менее 150 тысяч евро. Безвозвратная инвестиция – это сборы за проверку благонадёжности, сборы административные и взнос в фонд развития Мальты. Он составляет для основного заявителя, для бенефициара 650 тысяч евро. И плюс 25 тысяч евро за супруга или супругу несовершеннолетних детей. Также могут участвовать совершеннолетние дети, если они не замужем от 18 до 27 лет. И родители старше 55 лет. За каждого из этих членов семьи необходимо будет внести дополнительно 50 тысяч евро в фонд развития Мальты. Это по деньгам. Соответственно, также необходимо будет либо инвестировать недвижимость, либо приобрести жилую недвижимость, либо арендовать её. Это 16 тысяч в год, если это аренда на 5 лет, срок минимальный 5 лет. И 350 тысяч минимум, если идёт покупка. А потом через 5 лет не заберут паспорт? Нет, паспорт у вас не заберут. То есть в законе чётко прописаны причины, по которым его могут забрать. И это должна быть очень серьёзная причина. Очень серьёзная. Ну то есть мы говорим о... Допустим, Мальта узнала, что вы замешаны в терроризме. Да, то есть или в каких-то страшно серьёзных преступлениях. Тогда да, тогда могут забрать. В самом деле, вот первая программа, о которой ты говорил, когда там арендуешь жильё. То есть, по сути, ты арендовал жильё на год, да, показал документ, да, то есть на 10 тысяч евро, да, и получил... Через сколько выдают эту карточку? Срок оформления, вот, по всем стадиям, это будет где-то 4 месяца. Ну, через 4 месяца пожил на Мальте, и через 4 месяца получил. И, в принципе, ты можешь, как президент, пойти... Американское посольство есть у вас, да? Да, есть. Пойти и получить визу в Америку для тех, например, кого отказывают в своей стране. Ну, я просто знаю, так делают с Польшей часто, допустим. Угу. Украинцам отказывают визы в Киеве, они получают, там, польское резидентство, как работают, там, не работают, не работают, и пойдут в Польшу, и при отказе в Украине им дают в Польше визу. Ну, просто отказов, как бы, немножко другое отношение. Я понял, я понял. Вариант получения, что, как бонус, да. Как бы, да, наверное, это возможно. Ну, вот, я, например, у нас, люди, кто занимаются Америкой, и я просто сразу знаю, что это тоже как в Америке сотрудничать в этой теме. Хорошо, ну и заключающие вопросы. Сам ты откуда переехал, как-то общую информацию о себе, можно сказать? Да, конечно. Я родился в Одессе, прожил детство в Казахстане, потом в России, и из России уехал, мне было 16 лет. Ну, вот, и сейчас я уже почти 12 лет на Мальте. Ну, вот. По путешествиям по Советскому Союзу военные были? По путешествиям, да. Родители? Нет, нет, родители не военные, просто вообще я из семьи ученых, и они по распределению там из Украины попали в Казахстан, соответственно, там как-то... А потом в 90-х там было сложно в Казахстане, соответственно, и они уехали в Россию. Вот. А на Мальте мы просто жили в течение года, в 96-м году. Вот. И очень много хороших, приятных воспоминаний об этом месте осталось. Соответственно, когда встал вопрос о выезде из России, выбор был очевиден. Вот. И как бы вот с тех пор мы здесь. Понятно. Спасибо большое за информацию. Друзья, если вас интересует эмиграция на Мальту, вы можете под видео написать нам на колл-центр, и я вам уже передам контакт Юрия. В принципе, прощаемся. Если будут еще вопросы, я думаю, что мы можем еще записать видео через какое-то время. Да, конечно. Я как бы в любой момент с удовольствием отвечу на все вопросы. Спасибо всем, кто наслушал. Спасибо вам, Юрий. До новых встреч. До новых встреч.